Причин болезни, конечно, много, не одна. Первое, конечно, это неадекватное питание. Что такое неадекватное, как термин, как понятие, мы разберём позже. Второе, это химическое отравление организма. Что это может быть? Непосредственно в самой пище. Красители, эмульгаторы, всевозможные консерваторы Е, которых сейчас несколько десятков, многие из которых являются тяжелейшими канцерогенами, которые приводят к раку. И это доказано даже, что уж там говорить, в любых соевых соусах. То, что применяется нитрит натрий и то, так сказать, это очень опасная вещь, которая вызывает и слепоту, и прочее, прочее. Тарелки алюминиевые. Алюминия, ионы алюминия, абсорбируясь в мозгу, они всегда там накапливаются, человек ест, приводит к болезни Альцгеймера. Ну и не только. К этому краку тоже. К сожалению, некоторые прививки содержат именно силикат алюминия, некоторые содержат вообще формальдегид, поэтому это преступление перед нацией. Естественно, это алкоголь, безусловно, страшнейший яд, протоплазматический яд и наркотик, который, в общем-то, существует как легальный, к сожалению, наркотик, который является генным оружием, который уничтожает народы нации. И если нация, народ не распознаёт алкоголь как генное оружие, она обречена. Это страшнейший яд. Я как биолог, как специалист говорю вам, что никакие дозы алкоголя недопустимы. Никакие. Их нет, оправданно, допустимых доз. Я уверяю вас, все эти настойки, там, что кто-то может из вас сказать, как же, на травах. Я вам скажу, все настойки надо делать не на спирту, а водные вытяжки, отвары, только не кипятить ни в коем случае, а до 60 градусов термоса. Естественно, табак. Это даже не обсуждается, и вы все это, наверное, люди, которые интересуются здоровым образом жизни. Прекрасно понимаете. К сожалению, есть различные пестициды, гербициды, которые применялись и в советские времена в сельском хозяйстве, во всем мире применяются. Это опрыскивание химреактивами, всё что угодно. Начиная от садовых участков до профилактических. Раньше нас вообще не спрашивали, прыскали с самолётов, что угодно. Например, там есть такой элемент калий-40. Это радиоактивный элемент, полураспад, полтора миллиарда лет. Прекрасно, да? А это входило в состав некоторых удобрений в сельском хозяйстве. Почему я говорю, надо есть только выращенные продукты? В идеале, я говорю, конечно, в идеале. С той почвы, либо где в поздние времена рубились вот недавно леса, либо земель населённых пунктов, где не было данных опрыскивания. Сейчас уже пошли более страшные отравляющие, но это уже мы не к химическим компонентам. Генномодифицированная еда – это как бы отдельное такое направление генной инженерии. Мы живём в городах, многие люди, машины, свинец, оксид углерода, полная таблица менделея, в этом люди дышат. Это страшные химические вещества, которые, безусловно, травят наш организм, всасываясь непосредственно через лёгкие кровь. Это идёт, соответственно, в печень, в почки, отравляются эти жизненно важные органы, мембраны, фильтры нашего организма, ну и так далее. Конечно, медикаменты, вот эти страшные аптечные, химические, многие из них препараты, вы знаете, если серьёзно почитать, инструкции о побочных действиях, что-то вроде бы даст эффект, только поверхностный, то есть снимет следствие, а не причину. Но печень, например, можно выкинуть в помойку, и дальше, соответственно, пойдёт, поедет одно, другое, дальше панкреатив поджелудочный и прочее. Да, я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал, кто ещё не подписался, и не забыть нажать на колокольчик. Нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео, и не забудете посмотреть те, которые будут вам интересны. Поделитесь моими видео в соцсетях, подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам, ну, если, конечно, вы сочтёте это нужным. Я рекомендую. Химические средства, которыми мы пользуемся. Ну, есть сейчас дорогие средства, хорошие, да? Ну, нету средств. Горчица, хозяйственное мыло, сода. Надо понимать, что это всё объективные вещи. Себя не жалко, так детей пожалеете. Это всё очень серьёзно. Какие ещё есть причины? Это различные паразиты. Ну, например, вот эти кремниевые зубы, вот эта мордочка симпатичная, это анкилостома. Анкилостома может попасть в организм человека просто через кожу. Банально, человек идёт по рассе, она прогрызает просто кожу своими вот этими зубами в кровеносные сосуды и идёт, соответственно, в печень, где она в основном обитает в поджелудочной железу и в протоках их. Значит, это я подробно рассказываю в своих отдельных лекциях 4-5-часовых по паразитам. Многие врачи не видят, не понимают, вы видите, глазное, даже не дно, а поверхность глаза, белка. И вот вы видите здесь личинку тексокары в определённой стадии развития. Сердце, которое, видите, полно других паразитов, так сказать, и прочее, и прочее. Бояться этого не надо, надо знать. Врага в лицо всё предупреждён, вооружён, гласит русская народная мудрая пословица. Это паразиты, да, но есть простейшие, типа лямбли, кокцидии, да, есть различные, допустим, вирусные заболевания, Эпштейн-Барра вирус, там, цитомегаловирус, папилома вирус, есть бактерии различные, естественно, инфекционные, бактериальные инфекции, есть грибковые инфекции, типа кандидоза и прочее. Это всё, так сказать, отдельные темы. Следующая причина, но это невидимые воздействия. Различных электромагнитных полей, силовых. Знаете, это в жизнь наша вошло недавно. Это, к сожалению, аукнется очень серьёзно. Уже очень много абсолютно доказывающих исследований про влияние сотовой связи, поэтому что я могу тут порекомендовать? Не говорите в упор по телефону, ну, держите вы на громкой связи. Каждая секунда это очень всё серьёзно. Лишнего облучения, мощнейшего, как голову, микроволновку, вы понимаете? Можно проводом пользоваться, в конце концов. Я, например, говорю вот на громкой связи, на руке, держу на расстоянии. Это в десятки раз снижает влияние на мозг. Не кладите у груди в кармане, не держите. В машине едете, положите на переднюю торпеду. Есть меры предосторожности. Wi-Fi. Значит, заставляйте соседей отключать Wi-Fi. Сами отключайте. Значит, скажу так, что в 300 раз примерно в среднем более сильное идёт облучение, более опасная вещь, чем сотовая связь. То есть это просто гарантированный рак через какое-то количество лет. Конечно, есть другие невидимые источники, так сказать, вот эти линии электропередач, мощные, которые рядом стоят. Всё это очень плохо. Есть другая группа факторов. Это стресс. Это негативное влияние телевидения, СМИ. Откуда льётся, собственно, только негатив нам, как правило, сейчас. Страшилки, что в каждом фильме, что в передачах. На работе проблемы. Вообще современный человек поставлен в такие рамки. Эта жизнь ведь ненормальная, что мы сидим в офисе, перерываем какие-то бумажки, по большому счёту на компьютере работаем. То есть от природы это так далеко, что, собственно говоря, как в космосе. Но это не часть природы человека. Нет гармонии в человеке. Естественно, он испытывает депрессии, стрессы, нелюбимое дело на работе, ненужность, никчёмность, разобщённость детей от родителей. И это всё стрессы. И ведь, видите, это многофакторная система, которая одна влияет на другую. Но идём дальше с вами. Это всем нам известно. С 80-х годов у нас в стране заговорили о гиподинамии. И, естественно, раньше труд был, так сказать, действительно у человека физически очень активный. Ну а потом уже даже 80-е, телевидение и прочее. Всё-таки люди меньше двигались. Что говорить, когда пришли к нам развлечения, невиданные ранее, компьютерные игры. Это столько семей рушит. Это так деградирует личность ребёнка. Потенциал роста, развития духовного, творческого нивелируется. Физический труд на земле. Лучше этого нет ничего. Но не с потом лица, как нас приучили в последние столетия. Есть технологии, при которых люди могут гармонично жить, трудиться не в поте лица, но вполне нормально. И природа вознаградит, если мы не будем её гадить. Для этого надо знать основы органического земледелия, рачительного природопользования. Физический труд, соединённый с пониманием того, что ты делаешь, с пониманием, что ты творишь, создаёшь, что ты творец. Вот это даёт гармонию. Если что-то по отдельности, не будет полноценности. Это будут только суррогаты временные, человек будет маяться, мучиться, не понимая почему. А на самом деле поэтому. Дальше идём. Нарушение экологии. Но давайте внесём ясность. Экология — это не защита окружающей среды. Это ошибка. Это неграмотно. Потому что экология — это фундаментальная биологическая наука, которая изучает взаимоотношения организмов между собой и с окружающей средой. То есть она изучает надорганизмные системы различных уровней. Популяцию, вплоть до биосферы. Самая большая экосистема на нашей планете, биосферы Земли в целом. Также изучает пищевые цепи, сети, все взаимоотношения организмов. Вот поэтому, говоря об экологии, мы говорим о том, что мы часть природы. А если мы часть природы, мы можем быть гармоничны только, когда мы вместе с ней. Ведь там воздействуют многие вещи, которые мы тоже не понимаем. 8,6 герц поля Земли — это ритмы Солнца, понимаете? Ритмы природы, которые подчиняются все живые организмы. И только человек, отгородив себя бетонно-стеклянными стенами, жизнь нормальная вот в этих коробках, ну это невозможно. Нельзя закрывать глаза, я должен сказать об этом обязательно. То есть вот эта гармония человека и природы должно быть, а не противостояние. Ещё одна причина, мы назовём это наследственность, предрасположенность. То есть говорят, генетические заболевания, уверяю вас, нет никаких генетических заболеваний. Не всё, конечно, но почти всё, что воспринимают за генетические болезни, это легко, знаете, чтобы медики, вот когда не знают, они всё сваливают на что? На вирусы и на генетику. Потому вот это вот троица все говорят, генетически, что вы хотите? Папа, мама вот толстые. Да нет, друзья мои, потому что папа, мама ели то-то, то-то, то-то. Их мамы, папы ели и молоком кормили, потребляя то-то, то-то, то-то. А потом они также питаются привычно, потому что это в образ жизни семьи, якобы в норму входят. А врачи даже этого понять не могут, потому что они тоже руководствуются пословицей, всё полезно, что в рот полезло. То есть причины на самом деле другие. Конечно, есть генетические болезни, есть, но их очень на самом деле мало. Например, муковицидоз, да, такое автоиммунное заболевание. Говорят, это, мол, вот, так сказать, генетическое, да, правда? Я в своих других лекциях анализировал и объяснял. Болезнь вызвана исключительно накоплением кодаверина и других трупных ядов, гнойных токсинов в организме человека. Ну, а врачи говорят, давай мясо ещё больше. Потому что видят, что человек гниёт, белки-то уничтожаются, выводятся. Ну, гниёт человек, фактически лёгкий кишечник при этих заболеваниях. А они ещё больше туда подкидывают мясо, чтобы ещё больше гнило. Они же не понимают, что это такое. Ну, и, пожалуй, ещё какие причины? Тут уже вот глобус, видите, это сети Хартмана. Известно, это различные геопатогенные и аномальные зоны, где, вот вы видите, деревья криво растут, идут разломы какие-то тектонические. Соответственно, энергии могут быть, назовём их примитивно, отрицательные, те, которые из вас жизненную силу вытягивают. Более того, сейчас, например, абсолютно установлено, что часть энергии, ну, конечно, мы получаем за счёт, например, свободного перехода электронов. На границе воды и воздуха часть электронов из воды уходит, ветром переносится, и, например, наши эритроциты крови, например, они до 80% получают энергию не из химических реакций, а именно за счёт электронного свободного переноса. Сейчас это доказано тремя физиками-академиками, нашими отечественными. Собственно, это было и так и раньше понятно. Вообще народ когда-то, когда он ещё не утерял традиции, обычаи, да, связи с природой, с землёй родной, знали всё то, что сейчас честная наука только подтверждать начинает. Потому что появляются какие-то приборы, которых раньше не было и нельзя было доказать научно, например, да. Конечно, здесь мы не рассмотрели с вами какие-то травмы, прочее, прочее. Есть проблемы из глазов, есть, безусловно, люди, которые могут влиять на человека. Ну, а теперь, пожалуйста, первый пункт у нас был какой? Неадекватное питание. Как правильно говорил и Гиппократ, и многие учёные, и философы в той или иной мере перефразируют одну и ту же фразу, что пища должна быть лекарством, а лекарство пищи. Это совершенно верно. Также верно выражение, что мы ложкой-вилкой роем себе могилу. Абсолютно так. Потому что из питания то, что мы едим, как мы едим, сколько, когда из этого будут строиться клетки нашего организма, правильно, неправильно, с ошибками, без и откладываться шлаки-токсина в организме, или не будут, или в меньшей степени. От того, сколько мы пьём и какой воды, какого качества, каких параметров. Вот живое, видовое договорились, я вам потом расскажу. Питание, конечно, должно быть какое? Да, видовое, да, живое, да, безопасное. То есть в идеале, я понимаю, может быть не все могут, хотя если захотите, сможете. Органическое, то есть с грядки, сами выращивайте, пожалуйста, 6 соток гектар, неважно. Покупать у фермеров, если у вас есть возможности, у честных, которые всё-таки есть. В органических магазинах, у кого средства позволяют. Найти бабушек в деревне, хотя их всё меньше и меньше остаётся. То есть если человек задался целью, он найдёт, уверяю вас. Почему-то, когда у человека рак, он готов ехать хоть на край севера и всё что угодно делать, понимаете? А мы отговорки дешёвые ищем, себя обманываем. Так вот, органическое, без химии, без ГМО, это в идеале, так сказать, понятно. Без окисленных жиров, естественно, без красителей, без той химии должно быть питание, тогда оно будет безопасно. Потом, питание должно быть качественное, разнообразное. Но, естественно, это что значит? Что в нём должны присутствовать? Те необходимые витамины, если пока у вас не работает один хитрый процесс, о котором я расскажу, в кишечнике. С одной пищей должны быть необходимый набор витаминов, а главное – минералов, аминокислот, безусловно, ферментов, прочих-прочих всех жизненно важных компонентов. Кто-то сразу скажет, ну а как же белки, я что-то тут про мясо негативное сказал. Ну, вот дальше вы всё поймёте, послушайте. Умеренное питание, то есть необильное. Я приведу пример Фёдора Григорьевича Глова, великий русский хирург. Вы, наверное, слышали о нём. Кто нет, обязательно почитайте книгу «Сердце хирурга» хотя бы. Вот Фёдор Григорьевич Углов, он прожил, конечно, не так много, ну, 103 года, на 104-м умер. Он никогда не пил, не курил тоже, но он всегда мало ел. Он говорит, мама меня приучила из-за стола выходить так, чтобы я мог съесть ещё такое же количество. И это очень важно. И это свойственно для всех долгожителей, кто прожил там 100-120 лет, неважно. Значит, паузы, методики. Понятно, что надо пищу жевать долго. Обязательно, потому что ферментация идёт, начинается обработка пищи уже в ротовой полости, да? И так далее, и так далее. То есть оно должно быть совместимое питание. То есть ни в коем случае не совмещать, например, фрукты и орехи, или, например, там что-то сладкое, и неважно, орехи, потому что там тоже много белков содержится. Я уже не говорю, что про всё это мясо, рыба и яйца и прочее, это вообще не человеческая пища, поэтому это лучше вообще не есть. Питание должно быть, конечно, спокойное, без просмотра этого телевизора поганого, без нервов, без стрессов, думая именно о питании, о еде, о том, что пища жизнь вам даёт, так сказать, энергию, строительный материал, да, сосредоточен и обязательно с семьёй. Питание энергетическое должно быть. Самая полезная пища та, которую вот сорвали яблоко с куста, с дерева и съели, потому что там ещё есть, если в специальном спектре посмотреть, сделать фотографии, то мы увидим ту энергетическую оболочку, которая через несколько часов уходит. И это есть так называемая прана или особый вид энергии. Хотите, можете называть это модификацией эфира. Это факт научный абсолютно. Такая пища самая энергетически ценная, даёт больше всего, разумеется, энергии пользуясь. Но это уже тут сложнее, я понимаю. Поэтому мы живём в городах, без складов не обойтись, поэтому по возможности просто максимально свежее живое. Ну и, конечно, питание должно быть без дефицита чистой воды. Вода – это действительно отдельная еда и отдельная тема. Видовое питание и живое. Что же это такое? Любой зоолог вам скажет, что у каждого вида животного, да, любой биолог, что есть свой тип питания. У любой рыбы, у любого зверя, у любой птицы, у кого хотите, у любых высших хордовых позвоночных животных, да, на нашей планете, у каждого и у простейших, у всех есть свой определённый тип. Определённый набор строгих продуктов. Под это заточена их биохимия, их анатомия, морфология, то есть внешнее строение. Это факты. Что есть видовое питание для человека?